Солнечная погода Солнечная активность проявляется, когда на Солнце создаются сильные магнитные поля, происходят солнечные радиации и формируются потоки высокоэнергичных частиц. Все это оказывает большое влияние на Землю и Солнечную систему, на состояние околоземного космического пространства и земной атмосферы. Если человек будет знать, что происходит с магнитными полями или как Солнце воздействует на нижнюю атмосферу, тогда он сможет спрогнозировать, как будет развиваться в будущем деятельность человека на планете. Подобные исследования проводятся с помощью космических технологий и мониторинга ближнего космоса, в частности мониторинга ионосферы и метеорного вещества. Ионосферы, напомним, это верхняя часть атмосферы, насыщенная ионами и свободными электронами. Так вот, вы вдумайтесь, это микрочастицы, которые составляют доли и доли грамма, и они создают такой след. А этот след нам позволяет уже говорить о том, какова, скажем, погода на высотах 100 километров. Вот вы знаете, что там скорости ветра достигают сотен метров в секунду, и там все время такие скорости. Или вот сейчас у нас весна, и нам нужно определить, когда, в общем-то, нам пахать и сеять, да? Почему? Потому что мы можем посадить на садовом участке рассаду, а будет заморозок и возврат холодов, и все померзнет, да? Так вот, за две недели до того, как происходит перестройка циркуляции на Земле, мы знаем это, как происходит перестройка циркуляции на высоте 100 километров. То есть мы, измеряя там, можем сказать, что происходит здесь. Радиомониторинг метеорного вещества впервые начинался в Казани, на радиофизическом полигоне в поселке Ореховка. Именно здесь расположены уникальные комплексы, касающиеся исследований метеорного вещества Центра космических исследований и технологий. Первые измерения на этом полигоне были проведены в 1952 году, а с 1976 года до сегодняшнего дня Казанский университет находится в режиме постоянного мониторинга. Полигон возник под задачи, которые были необходимы в те времена основным военным заказчикам для исследований метеорной связи. И поэтому здесь находились в основном те инструменты, которые работали именно для изучения метеоров. Параллельно мы делали свой прибор, ренозон, для изучения фонового состояния аносферы. И в силу того, что на 90-х годах военные ушли, полигон пришел в некоторые запустения, и нужно было ему находить новое применение. Так получилось, что это сошлось с теми временами, когда фактически электроника радикально перерождалась. Она из крупных транзисторов, с мелких, и нужно было освоить новые технологии, чтобы на самом деле перейти на очень интенсивные, с высокой способностью изонтирования аносферы. Космические данные очень важны, потому что на поверхности Земли расположены сотни и тысячи GPS-эклоназ-приемников. Ученые могут использовать эти данные, чтобы исследовать волновые процессы, которые происходят в средней атмосфере, и прогнозировать явления, происходящие в реальности. Например, увидеть землетрясение, которое начинается на соседнем континенте. Управлять территориями из космоса, проводить экологический мониторинг можно не только с помощью космических технологий, но и благодаря беспилотным летательным аппаратам. Студенты Казанского федерального университета, работая на цифровых фотограмметрических станциях, объединяют большое количество точных аэрофотоснимков и создают топографические планы. Беспилотные летательные аппараты, их можно использовать не только для цели топографии, когда создаются топографические планы, но и для цели мониторинга состояния объекта. Вот в данном случае на мониторе загружено изображение, а точнее фотоплан острова Свияжск. Эта съемка была сделана в 2010 году, 4 октября. И как видите, на острове в то время происходило интенсивное строительство. И можно было мониторить общее состояние хода строительства, можно было оценить, где что возводится, в каком состоянии находится. Еще одно ключевое направление Центра космических исследований и технологий – создание новых разработок, которые будут применяться в народном хозяйстве и в космосе. Так некоторые проекты Центра уже удалось воплотить в беспилотном КАМАЗе, который двигается без участия человека. Почему такая крупная корпорация, как КАМАЗ, стала работать с Казанским университетом? Потому что мы им предложили технологию инерциальной навигации, которая позволяет уже теперь без космоса производить навигацию, потому что в лесу просто не будет видны спутники, спутники ГЛОНАСС, спутники GPS. И тогда возникает вопрос, что автомобилю просто остановиться и стоять? Нет. Так вот, наша система позволяет 30 минут без спутников двигаться по дороге, и уход от трассы составит за это время всего несколько сантиметров. Распределенная интеллектуальная система, то есть сеть датчиков «Умный дом», интеллектуальные трассы и многое другое может существовать только при наличии системы навигации и синхронизации. В лабораториях Центра космических исследований и технологий реализуется проект «Геракл» для сохранения безопасности связи. Наша лаборатория занимается проектированием различных устройств, в том числе и в области СВЧ-электроники. Ну, и не только СВЧ, но и в частности мы занимаемся системами генерации и распределения ключей. То есть вот на данном плакате как раз представлена одна из наших разработок. Это как раз вот эта система, которая позволяет генерировать ключи на расстоянии до 30 километров, одновременно в двух точках идентичные. Основные плюсы такой системы в полной защищенности, так как ключ в шифровании является одноразовым и обновляется каждые пять минут, в связи с чем его становится невозможно перехватить. Эта система не единственная разработка Центра, которая может принести пользу обществу. Их множество, ведь одна из важнейших задач сегодня – не просто исследовать просторы космоса, а уметь оптимально использовать результаты исследований космической деятельности для народного хозяйства и всего человечества. Субтитры создавал DimaTorzok